Всем недавно на моём компьютере начала происходить какая-то конкретная дичь, мои файлы на компьютере стали сражаться друг с другом и теперь я должен буду уничтожить видимо все злые файлы, чтобы по итогу вернуть себе контроль на цене компьютера, поэтому сегодня будем играть в игрушку по названию Айдл Байт, с вами как обычно Кристалл и мы начинаем! И наша задача зарабатывать как можно больше байтов, как можно больше статов, чтобы делать наши файлики сильнее. Пока что у меня есть только вот этот один файл, который катается, я могу им управлять, но пока что не особо понимаю смысл в этом, что я могу катать, но возможно в дальнейшем это будет видно. Пока что враги у меня самонаводящиеся, получается это босс, поэтому скорее всего он меня размотает, так что нужно поднимать нам характеристики. Так и давайте поднимем наверное чар, получается харизму у нас, она будет давать больше нам байтов, байты нам нужны для того, чтобы прокачать сам текстовый файлик наш, поэтому сейчас с него будем вкладываться, например уже я его немножко прокачал, а здесь наша валюта находится, здесь наш сам персонаж и в общем-то вся прокачка у нас здесь. Чем больше прокачаемся, тем больше всего будет понятное дело в дальнейшем у нас открытый, так что над этим будем работать и сейчас постараемся всех вынести. Ну я увеличил мощь моего файлика, теперь у него 90 хб получается, второй левел и в целом он довольно-таки шустренько разбирается с этими злыми текстами и документами. Я правда не знаю, что в них наверное находится, я даже буду представить, что должно находиться в текстовом документе, чтобы он стал злым. Я имею ввиду не в плане вирусов и того подобного, если там просто слова какие-то, а в этом плане довольно забавно, как мне кажется. Так, окей, прокачиваем наверное все так же харизму, потому что мне сейчас нужно как можно больше байтов, мне кажется эта тема довольно-таки полезная для нас, поэтому будем за этим следить и это и прокачивать. Так, и нам нужно будет сейчас получается 64 байта, чтобы прокачать до следующего уровня наш текстовый документ. И смотрите-ка, мы почти что побеждаем босса, возможно кстати если я буду вращаться, может быть я смогу вернуть... О, слушайте, а от босса реально можно уворачиваться? Окей, так да, босса довольно-таки легко пройти в этом плане, если мы можем уворачиваться. От простых текстовых документов не увернуться, они стреляют по-любому, я могу вот сами стрелять вращаться, но файлик в меня все равно влетит, единственное, что я могу потянуть время немножко, и это вся будет разница. Так, и нам нужно будет сражаться с боссами как можно более активно, так на другую локацию давайте перейдем и покупаем еще мощь нашего файлика. Получается, хопа, купили, теперь у него 140 хп, он стал еще убойнее, это получается 4... Судя по всему это как 4 текстовых документа у нас получается, они сейчас сражаются у нас. А, сразу в четвером, в одном файлике целая армия, читайте. Так, и нам нужно будет зарабатывать сейчас еще валюты, поэтому сейчас этим займемся и посмотрим, что у нас будет в дальнейшем. И тем временем я победил еще одного босса, и у нас появилась возможность теперь вместо текст и файла получить батфайл, который будет уже еще одним дополнительным воином нашей. Получается, файловые армии, и поэтому давайте-ка прикупим себе еще его, и получается у нас теперь батник сражается еще дополнительно вместе с нами. Вот такая у нас небольшая армия. Получается, текст и документ буковками стреляет батник, стреляет циферками. Так вот оно и работает довольно забавно. Так, и будем прокачивать... Опа, так, стоп, босс, сначала мы вот так вот будем крутиться-вертеться, чтобы босса запутать, потому что иначе он нас просто завалит. Всем этим залпом, всех этих снарядов, как-никак, это будет не очень круто. Правда, по ходу мы по времени не уложимся, чтобы его завалить. А, не, стоп. В нижней зеленой полоской, оказывается, призывает армию. Вот как это работает. Я все не знал, что это зеленая полоска, только сейчас вот внимание, получается, обратил. Так, и у нас отъехал наш текстовый документ, но скоро времени он возродится и станет гораздо сильнее, я думаю. Так, единственное, что я не знаю, что лучше прокачить текстовый документ или же батник, получается. Давайте батник будем прокачивать, все же у нас новичок. Хочется сделать его более сильным. Вроде как он сносит меньше урона, но я полагаю, что это сейчас он сносит меньше, потому что, ну, мы еще довольно-таки не сильно его прокачали. Он еще мало экспу, он совсем маленький, хиленький, поэтому он так и дамажит. Кстати, игра у каждого файла всего 10 уровней, получается. А после этого можно сделать инкарнейшн какой-то, и, судя по всему, мы увеличим скорость атаки, как я понял, если мы сделаем эту штуку, но, судя по всему, это как перерождение нашего файлика будет, поэтому можно вот это вот и ожидать, получается. Так, давайте на следующую волну. Третий у нас левел, получается. И что можно будет сделать? Так, можно сам файлик прокачать, можно батник. Ладно, пока что текстовый документ прокачаю, все же у меня самый большой урон наносит. И батник будем считать пока что как самым, ну, просто нашим помощником. Короче говоря, будем его так считать. А потом будем его прокачать в дальнейшем, когда уже текстовый документ поднимем наиболее мощно. Это еще у противников не появились какие-то другие файлы. Пока что они тоже текстовыми документами фигачат. Но в скором времени наверняка появится что-то еще более убойное. Я в это, по крайней мере, верю. Так, сколько у нас? Скоро новый левел у текстового документа будет. И также можно будет вложить в него еще валюты, чтобы он еще сильнее прокачался до следующего урня. Чтобы в одном файлике было сразу куча-куча-куча всего. Так, сейчас нужно будет босса победить. И босса победить будет довольно-таки сложно, как мне кажется. Хотя, нет, он даже не успел еще призвать армию. Я уже практически его развалил. Так что, нет, все нормально. Схопа, мы его вынесли. И дальше можно перепрыгивать на четвертых противников. Как можно быстрее нужно перебираться к следующим. И, кстати, еще нужно будет само хранить, еще увеличивать файлов, чтобы я мог прокачиваться. Потому что у нас есть определенный лимит, который вмещается, получается. И все, что... Сейчас наш лимит, это один килобайт, получается. В дальнейшем будет с каждым разом все больше и больше и больше становиться. Так, сейчас у нас почти есть один килобайт. Сейчас его добьем, получается. Вот этих чуваков разварим. Кстати, у них тоже батники появились, смотрите-ка. Тоже прогрессирует, ребята, смотрите-ка. Так, окей, сейчас еще один файлик размотать. И гораздо проще жить станет после этого. Потому что прокачаем, наконец-таки, документ еще разок. И дальше можно уже вкладываться в прокачку батника. И думаю, что после этого у нас станет все гораздо круче и гораздо легче. Поэтому сейчас будем сражаться. Посмотрим, как оно пойдет. Надеюсь, что круто. И, ребята, если игрушка игры вам понравится, то поддержите лайком. Более 2000 лайков равно продолжению. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, дальше будет только гораздо интереснее и любопытнее. Поэтому лайк обязательно поставь. Ну, я уже продвинулся дальше. У нас появился еще, получается, один напарник. Но для него нужен один килобайт, который как раз-таки я уже набил. И мы покупаем, получается, еще один новый файлик, который будет стрелять библиотеками. Получается, что это DLL файл, получается. И нужно будет в него уже хорошо вложиться. Потому что иначе он будет просто раскладываться за секунды. И не хотелось бы, чтобы так быстро. И еще вложил кучу его, получается, поинтов. То, чтобы хотя бы уже 3 килобайта у нас вмещалось. Поэтому тема очень важная. Это потому что иначе армию не вырастешь нашу, если у нас будет маленькое хранилище. Каждый раз нужно будет его прокачивать. Делается все серьезнее. Но у нас уже небольшая наша армия файлов есть. Что, несомненно, меня радует. Так, давайте вынесем этого. Ну, уже, считайте, готов. Хопа! Большой объем файлов упал сразу. Но у меня столько не вмещает, к сожалению. Поэтому все поинты тратим на расширение. А получается нашей базы. Так, и будем смотреть, что у нас в дальнейшем пойдет. Нужно будет еще левел, еще файлов разгромить. И, в общем-то, еще наших ребят поднять. Потому что сейчас они до сих пор еще слабые. Ну, в общем, уже продвинулся гораздо дальше. И теперь у меня есть возможность еще купить еще одного нашего помощника. Это уже файл. Докфайл, получается. Поэтому приобретаем его. Теперь у нас будет армия из 4, получается, файликов. Но проблема в том, что один из них супертощий. И поэтому он только появился и сразу же отлетел. Даже с учетом того, что я постоянно увеличиваю объемы килобайтов, которые к нам уже поступают. Причем, что реально очень много падает за уничтожение каждого врага. Там сразу по 8 байтов, килобайтов, точнее, падает. Но все равно очень тяжело. Все эти бои даются. Поэтому нужно будет еще работать. И каждый у нас из моих ребят уровней получает. Я их уже усилию получаю. Как видите, у них Инкарнейшн 1 стал. Значит, они стали немножко поубойнее. Ну, и прокачка, конечно, на каждый файлик стоит еще убойнее. Поэтому надо каждого из них еще совершенствовать. При том, что надо еще и сам арсенал наш развивать. В том плане, что сколько у меня вообще может памяти вместиться. Наш склад получается. Все это тоже нужно развивать. Так что целая тонна килобайтов уходит. Еще и при этом надо постоянно делать развитие. В общем, довольно-таки хардкордненькое. Но самое главное, что у вас есть, если что, магия монтажа. И я довольно-таки быстренько для вас все это набиваю. Вам не приходится смотреть на то, как я долго извращаюсь на тему того, чтобы набить какие-то ресурсики. Так, и что у нас дальше идет, получается, прокачка DLL-файла. Я очень хочу, чтобы у меня вся армия сразу же в один комплект собралась, чтобы хотя бы посмотреть, как они все вместе фигачат. Во, наконец-то. И, кстати, самая эффективная тактика. Я так смотрел, что если вот так реально вращаться вокруг, то наибольший урон мы реально с вами наносим, получается. Что мне, несомненно, прикалывает. Что можно прям так чисто вращаться таки. Вращаемся и неплохо так дамажим. Кстати, забавно, что у них почему-то txt-файл, он какой-то зелененький такой. Странно. В чем прикол? Почему он зелененький, мне не совсем понятно. Может быть, в дальнейшем у меня такой тоже станет файлик. И у них просто в количестве их гораздо больше. Возможно, мой файл какой-нибудь что-нибудь делает. Я не знаю. Может, у кого-то из них вирус, яд какой-нибудь есть. Я не знаю. Так, ну ладно. В общем, будем смотреть. У нас по 64 килобайта следующая прокачка. Значит, нужно по-любому вложить поинты. Теперь на 70 килобайт вмещается. И нужно нам, получается, развиваться. Сейчас, после этого, мы сможем купить еще файликов. Единственное, чего мне сейчас не хватает, что у нас плохо прокачан док-файл. Хотя, вроде как, четвертого уровня. Но все равно, он прокачан очень хреново. Он едва успевает там один выстрел дать, как его тут же сшибают. Он чувствуется для меня, как какой-то живой щит. Знаете, он появляется такой и говорит, чай, я помогу вам. Закрывает от одного патрона и мой текстовый документ получается и исчезает. Примерно так. Это выглядит, как по мне. Так, ну ладно. В общем-то, все равно его еще прокачано. Он совсем молодой, только появился, а в целом он наверняка довольно-таки должен быть мощный у нас. Будем следить за его дальнейшим развитием. При том, что мы с вами еще очень мало файлов открыли. В дальнейшем будет еще и еще больше их. Очень интересно посмотреть, какие же, в конце концов, будут. И еще я узнал, что у нас есть престиж, который можно получить. Но можно престиж только после того, как мы с вами вынесем уже десятого босса. Это сейчас одна из самых тяжелых для нас волн, по сути, идет. Если ее затащим, будет круто, не затащим, будет, конечно, немножко грустно. Так, текстовый файл самый мощный у меня, поэтому он по-любому идет первым в прокачку. Остальные будут постепенно идти. Потому что у текстового файла у него там, сколько у него там, 2000 хп, да, получается. Поэтому очень долго пробивает. И у него урон при этом очень немаленький. По 300, может, по 200 хреначь. Так, ну в общем, грамотный урон такой. Для нас самое то. Так, мы почти, что, кстати говоря, батник докачали уже, получается. Он скоро сможет с 10 уровнем быть. А не, стоп, я вру. Он до 20 уровня должен докачаться, чтобы что-то новенькое открылось. Кстати, боссы раскладываются просто, как будто это даже не боссы. Я их просто спокойненько так выношу. Вообще никаких проблем при этом не испытываю. Единственное, что меня немножко бесит, что я не могу просто пойти и посражаться с боссом еще раз. Это было бы очень удобно, если бы я так мог. Но, к сожалению, не могу. Могу, единственное, что возвращаться на определенные уровни. И там мои чуваки будут сражаться. И док-файл, например, может попрокачиваться здесь. Потому что его моментально не зашибут. Что является очень даже хорошей темой. Поэтому можно его здесь подержать какое-то время. Но очень мало поинтов дается. Поэтому так себе. Нам все равно нужно набивать больше валюты. Вообще, ребята, захочется продолжения. Поддержите данный ролик лайком. Более 2000 лайков набирается. Будет новая серия. Так что лайк обязательно поставь. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok